Ну, давайте начинаем. Первый момент, который, наверное, имеет смысл рассказать, это кто я и почему взяла на себя смелость рассказывать про такую тему. В принципе, может быть, кто-то прочитал биографию. Я delivery manager в DotaArts. Я не всех узнаю, я не знаю, сколько тут людей снаружи, сколько здесь действительно наших коллег. Наверное, стоит чуть-чуть рассказать, чем занимается delivery manager, в частности в DotaArts. Потому что интересный момент, что я встречаю люди 10 тонн delivery manager, они занимаются совершенно разными вещами. По-моему, это еще более непонятная должность, чем product manager. Потому что чем занимается product manager, тоже никто не знает, но неважно. DotaArts и delivery manager занимаются тем, что приглядывает за проектами. У меня, например, есть то, что мы называем портфель клиентов. У каждого клиента один или больше проектов. И вот сейчас, например, под моим крылышком находится порядка десятка проектов у четырех клиентов. Вот непосредственно в управлении проектами я участие не принимаю. Там скрамы не делаю, родмапы не рисую. Я обычно подключаюсь в тот момент, когда возникает какая-то проблема, либо когда мы только-только начинаем, договариваемся, и нужна какая-то поддержка более опытного человека. В принципе, именно project management у меня опыта тоже лет 15. Вот, поэтому это был некоторый промоушен. И, соответственно, сейчас у меня достаточно опыта, что вот здесь стоять и радостно вещать, а что же делать, если. Точнее, когда, на самом деле. Потому что обычно оно начинается все вот так. Мы начинаем работу с клиентом у нас. Так, давайте я все-таки заберу этот микрофон в руку. Потому что стоять ровно рядом с микрофоном я, наверное, все-таки не способна. Начинается оно обычно так. У нас впереди светлое будущее, клиенты в энтузиазме. Команда, в общем, тоже еще не подозревает, что их ждет. Интересный проект. Мы начинаем рассказывать, что мы будем работать по agile. Иногда упоминаем скрам, иногда не упоминаем. Еще там 10-15 лет назад начиналось все это с рассказа, какой agile замечательный, как он прекрасен. И обычно наши продавцы давали шикарный selling point. До сих пор никого не убило, я еще святой человек. Что скрам интересен тем, что вы можете в любой последний момент вносить изменения. Вот, а все остальное клиент никогда не слышал. Вот, возможность внести изменения в последний момент – это то, что покупали все просто. Рассказ про то, что в общем и целом это, наверное, должно продлить процесс девелопмента. Наверное, что вот это. Нет, нет, нет. У нас нет требований, мы можем начинать без требований. Я могу в последний момент вносить изменения, то, что покупали. Со временем, слава тебе, Господи, стало чуть поспокойнее. Народ уже вот настолько всерьез это не воспринимает. Но проблемы начинаются в другом. Теперь каждый клиент знает что-то про agile, но что именно он считал, вы никогда не знаете. Вот, вы говорите с человеком, что мы сейчас будем работать по скраму, что у него в голове вы представить не можете. Вот, в принципе, даже можете с ним вместе прочитать скрам-гайд, это тоже не всегда помогает, потому что, ну, конкретно, если говорить про скрам-гайд, там, сколько, 15 страниц, и что там между строчками, между этими страницами, никогда не догадаешься. Вот, и обычно начинается ситуация, когда что-то идет не так. Не так может пойти практически все. Ну, давайте чуть-чуть сузим круг нашего разговора, о чем мы говорим, что такое незрелые процессы, что такое методология. Я, на самом деле, периодически себя ловлю на том, что слово методология и процессы, несмотря на то, что если вы меня спросите определение, скажу, наверное, относительно правильное, я их путаю в живой речи постоянно, поэтому прошу меня за это простить. Вот. В принципе, наших проблем касаются, нас касаются, конечно, те процессы у клиента, которые либо как-то построены, либо их вообще нет, и мы сейчас будем строить все вместе, то, что упоминается в PMBOK. Вот, если кто не читал или забыл, я их просто себе выписала, пусть будут. Вот. На самом деле, первое замечание, когда вы вдруг внезапно придете к клиенту и скажете, что ваши процессы незрелые, можно получить глаз, потому что у него, в принципе, процесс, например, выставления инвойсов, процесс продаж, процесс бизнес-процесс, он может быть весьма-весьма зрелый. Просто ему не надо было ничего делать, его IT, у него там справлялся один мальчик или девочка в течение пяти лет, а теперь бизнес вырос, ему нужно IT, он вас позвал, процесс-то у него зрелый, у него все хорошо. Вот. Бывает ситуация наоборот, когда процессы перезрелые, то, что называется. Это еще больнее. Это случаи часто бывают во всяческих интерпрайзных конторах, которые уже очень долго занимаются IT. Они этим начинали заниматься еще там на всяких каскадах. Вот. Даже они, даже все читали про agile, но они могут быть не способны что-то с этим сделать, потому что у них там, не знаю, процесс бюджетирования – это квотирование на год вашего бюджета. И как бы вот там agile-ного решения, а это мы сюда, а это мы сюда, а сейчас мы на ходу, значит, переделываем маркетинговую стратегию, ну, как-то не особо получается. Вот. Бывают ситуации, когда из-за того, что они большие и толстые интерпрайзные, у них огромные требования, например, к какому-нибудь security, или у них огромный сложный процесс апгрейда офиса, или, например, там сложный процесс использования какой-то новой операционной системы, или там, не знаю, докер какой-нибудь не проапгрейдить, или, не дай бог, там еще что-нибудь, я, к сожалению, или, к счастью, не девопс, но вот периодически ко мне приходят жалобы девопсов. Это процесс перезрелый. С ним сложнее, но тоже можно работать. Вот. На самом деле, когда ваша команда сталкивается с незрелым процессом, вы должны задать себе вопрос первый, да? Что с этим делать? Вопрос первый проверочный. А не пурист ли я? Пурист, если, как бы, кто не читал всех этих заумных книг, человек, который считает, что все должно быть правильно, пью я, чисто. Вот. Я, например, тоже пурист в некоторых случаях, например, в случае родного языка. При этом пурист — это не обязательно человек, который знает, что правильно. Про меня история следующая. Я не выношу, когда мои дети путают одеть и надеть. Это нормально. Я на автопилоте их поправляю. Да, я чувствую это. А тут случилась история, что мой старший сын в классе, он сейчас, по-моему, в седьмом, у них в первой четверти был диктант на правильное ударение. Как вы думаете, кто его завалил и сколько из десяти я сделала правильно? Четыре. Вот. Поэтому утверждать, что я все хорошо знаю в грамматике, было бы излишне самоуверенно. Но при этом я, действительно, периодически завожусь. Вот. Ну, даже если вы признали, что вы пурист, у вас есть второй вопрос. Что для меня важнее? Процесс и результат. Одеть, надеть. Скрам у нас, аджайл у нас, канбан у нас или хрен знает что. Мы можем к результату прийти или нет? Если можем, и это для вас самое важное, то у вас все хорошо. Если вам кроме процесса ничего не важно, вот, честное слово, пожалуйста, не работайте с клиентами, потому что будет больно и им, и вам, и всем остальным. Но, соответственно, в любом случае, если мы столкнулись с проблемами и нам тяжело, мы начинаем обсуждать эти проблемы. Для человека это обычно нормально. Мы идем обсуждаем их с командой на ретроспективе. Обычно, когда у вас уже есть осознание, что у нас процессы нечистые, это вызывает у нас проблемы, ретроспектива выглядит примерно так. Клиент уже вами недоволен. Да, таблички все обычно красные. Я не знаю, насколько это широкая практика. В одной команде у меня, например, на ретроспективе, там есть варианты, когда вы делаете, что хорошо, что можно улучшить, а кто-то делает колор-кодинг стикерами. Вот у меня есть одна команда, я делаю колор-кодинг стикерами. Это трибьют этой команде, потому что оно становится вот таким примерно. Команда несчастна, все красное, и PM принимает волевое решение, что надо пойти поговорить об этом с клиентом, сколько можно терпеть. И вы начинаете говорить с клиентом. Как не нужно говорить с клиентом? С клиентом не нужно говорить примерно так. Потому что PM, добрый человек, святой человек, вот этот вот, он пытается рассуждать про то, что у нас же нарушается график спринтов из-за того, что вы в последний момент что-то попросили. Или мы же не можем нормально запланироваться, потому что у нас нет требований. Или рассказать, ну, как можно так жить. У нас же процесс тестирования не отлаженный вообще, как бы, вот, где-где. Вот. Клиенту очень часто это не важно совершенно. Ему важно, чтобы продукт, который вы делаете, он был используемый, он был нормальный. И главное, чтобы это все работало без того, чтобы он тратил на вас еще больше денег. Потому что любой клиент, вот, я не знала ни одного клиента, одного на самом деле знала, но это тоже была отдельная с ним история, который бы не считал, что он платит слишком много денег программистам. Вот. Потому что, в принципе, со стороны это все выглядит достаточно просто и непонятно почему. Любимый разговор. Мой сын, он студент четвертого курса, мне прототип сделал за два дня, а вы тут мне рассказываете, что это вам четыре месяца писать всемиром. Вот. И как с этим бороться, это отдельная история. Это не тема этого семинара, сразу говорю. Вот. На самом деле, когда мы говорим о проблемах, я тут выписала просто вот то, что в голове мелькало из последних. У нас обычно есть два варианта. Клиент нам создал проблему. Клиент нам создал скоп-крип. Ну, нормально. Почему он это сделал на самом деле? Потому что он внезапно осознал, почему внезапно бывает, что ему к определенной дате нужно что-то получить. Ему нужно что-то показать. Или не дай бог на него его собственный бизнес наехал со словами Дакхоли. Вот если этой фичи не будет, следующего бюджета ты не получишь. Да, я прошу прощения за мелкий шрифт. Я все равно проговариваю, так что не очень страшно, надеюсь. Вот. Проблемы, с которой ко мне тут приходили на днях. Дизайнер выдает дизайны, которые несовместимы с архитектурой, сложны в реализации. Ну, нет у нас такого IP-вызова, чтобы показать вот эту красивую картиночку. Ну, просто нету. Вот. Он нам, значит, радостно высылает, что я хочу, я CTO показал, CTO счастлив. А еще счастлив, значит, наш маркетинг. Такой у счастья тоже не будет. Или тоже проблема, что все пришли, все пользователи, PIO нормального нету, продакта тоже нормального нету, у вас есть там четыре. Ну, это классическая ситуация, когда вы делаете какую-нибудь внутреннюю автоматизацию бизнес-процесса в какой-нибудь небольшой компании. Вот. У вас есть четыре отдела, там, не знаю, какой-нибудь HR пришел, какая-нибудь бухгалтерия пришла, какой-нибудь compliance пришел, еще кто-то пришел, сказал, прикрутите мне фичку, мне, 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 мне. В результате ничего нету. Вы приходите к клиенту с этим, и что говорите? Клиент нужен product manager с твоей стороны. Ну, потому что мы же не можем за твой бизнес решать приоритеты. Куда вам клиент это говорит? Какой product manager? Как бы иди и работай. Вот. Обычно, да, у меня мало времени, сами договоритесь, и что вообще за фигня происходит? Вот. Ну, и классический вариант, который, наверное, самый больной, это когда клиент твердо уверен, что в тот момент, когда закончилась разработка, даже если вы ее удачно оценили, мы выходим в production, больше нам бюджет не нужен. Ну, в принципе, обычно со второго раза клиент начинает понимать, что, наверное, это не совсем так, но первые два раза больно. Вот. Ну, тут вариант такой, что действительно у них процесса нет. Это вот варианты, которые бывают. Вот. Ну, например, обсуждать их можно вот так вот. Я, на самом деле, понатыкала достаточно большое количество примеров из жизни, потому что у меня возникло ощущение по результатам разговора с нашим пиар-отделом, что людям действительно это очень интересно, и, видимо, тема больная, и часть народу, подозреваю, пришла действительно за какими-то живыми советами. Я зачитываю для тех, кто. Соответственно, изменения в середине спринта нам сильно мешают, из-за этого мы сдвигаем с даты релиза и не успеваем тестировать. То есть мы говорим про time-to-market и про качество. Клиент нам отвечает. Бизнес-пользователь иначе не умеет. Все, идите нафиг. Вот. Мы за что говорим? Слушайте, а у нас же есть бизнес-аналитик. Давайте он с ними заранее поговорит, договоримся, и мы вот к моменту спринта уже висково подчертием, и будет у нас вообще зашибись. Да, вот я смотрю, молодой человек, в котором четвертый в ряду страдает. Вот. Они не могут, у них нет времени. Окей, а давайте мы будем держать разработчика про запас, потому что когда у вас возникает внезапная идея, у нас будет capacity, простите за жаргон, я надеюсь, большинство в зале понимает, это реализовать. Что, с ума сошли? А если у меня не будет новых идей? Я вам что, платить просто так буду? Вот. Ну, третий вариант, который как бы... Четвертый самый опасный на самом деле. Я его встречала очень часто. Ребята говорят, а давайте перейдем на канбан. Все станет зашибись. С канбаном действительно проще справляться в таких ситуациях, но переход от скрама на канбан, он стоит дорого. Почему? Потому что канбан подразумевает некоторый там вариант continuous delivery или что-то в этом духе. А скрам, он хорош тем, что вы можете сделать code freeze. И три, значит, дня спокойно тестировать как хотите, как умеете, что хотите. Это гораздо более дешевый процесс. Ну, вот такие варианты, например, разговора с клиентом. Могут быть. Ну, вот это я тут нарисовала красивую картиночку, как это происходит обычно. В принципе, бывают обратные варианты. У меня вот был хороший разговор. Буквально два часа назад, например. Приходит ко мне команда. Говорит, мы так больше не можем. Я говорю, ну, окей, чуваки, я вас понимаю, почему вы так больше не можете. Там как раз перезрелый клиент. Говорит, там отвратительный процесс тестирования. Я говорю, почему? А вот там, ну, там три ступени, скажем так. Три ступени процесса проходят. И, типа, если падает, я узнаю только в самом конце. Говорит, ну и что? А я потом должен разбираться, где именно он упал, чтобы правильнее баг зарепортить. Я говорю, ну, отлично, что ты предлагаешь? А давайте писать тесты на каждую ступень. Я говорю, чувак, хорошо, давай. Сколько тебе займет написать тест на каждую ступень? Я говорю, ну, по часу. Зашибись, говорю, отлично. Сколько ты прогоняешь кейсов за раз? Ну, кейсов 10. Я говорю, зашибись. То есть ты будешь делать по 40, ну, сколько там, 10 на 2, по 20 часов раз в две недели. Ты будешь тратить на написание вот этих тестов. То есть ты будешь тратить в три раза больше времени на написание тестов, чем сейчас, чтобы добиться чего. И тут наступает шикарный момент. Но я же тратю по полтора часа, если у меня что-то упадет. Я говорю, отлично. А как часто падает? Один из пяти. Вот как бы. То есть на самом деле мы поймали того самого пуриста. Еще до того, как он пошел говорить с клиентом, мы его поймали. Но, в принципе, иногда может так статься, что есть продолжение этого разговора. А как часто падает? Не знаю. Давай проверять. Примеры жизни. Как мы разговаривали с клиентом. Команда, перезрелые процессы. И очень часто зависает тестовый сервер на стороне у клиента. Нам от этого больно, неприятно и тяжело. Мы поднимаем тикет. Их IT-команда, это еще отдельная команда, его подбирает, сервер перегружается, все зашибись. У нас это занимает примерно часа полтора. Пока, ну, полтора, да, полтора мы засекали. Потому что пока ты осознал, что это действительно упал сервер, пока ты написал, пока они подобрали, пока оно поднялось после перезагрузки, я прихожу, значит, к нашему стейхолдеру. Говорю, Бен, дорогой, вот такая фигня. Он такой, ну, да, я говорил с айтишниками, они говорят, что упало, перегрузили. Я говорю, ну, часто же происходит. Ну, да, иногда падает, они перегружают. В итоге две недели мы собирали статистику. Сколько раз оно упало, сколько мы на этом времени потеряли. Прислали клиенту, он посмотрел, дал пинка. Сервер поапгрейдили, падать перестало. Но вот первый раз, например, договориться не удалось. Поэтому иногда получается, что договаримся не сразу. Теперь немножечко, как мы обсуждаем проблемы с командой и клиентом. Я обещала конкретное практическое руководство. На самом деле, для того, чтобы это нормально обсуждать, нам нужно иметь понимание о том, каковы критерии успеха проекта и какое у нас пространство возможностей. После этого мы переоформляем, как наши неудобства мешают добиться успеха. То есть это не я спринт перепланирую в середине, а то, что спринт внезапно в середине перепланировался, ведет к тому, что мы либо задерживаем деливеры, либо поставляем с худшим качеством, потому что у нас там тескейсы придется заново переписывать, и значит меньше времени гонять. Или он тебе будет дороже, потому что ее делать выходные. Соответственно, дальше мы идем, спрашиваем, договоримся с клиентом. Если у нас получается, мы идем и внедряем, до чего договорились, все зашибись. Если не получается, ну вот то, что я приводила пример, идем к новым аргументам. Это не конец, не бойтесь. Критерии успеха. Я специально выделила, потому что иногда бывает, что люди подразумевают, что для клиента тоже самое важное, что для него. У меня есть любимый пример. Это команда тоже. Работала с клиентом, давно работали. Мы написали некую платформочку. Она года за четыре стала Legacy. Там, понятно, накопилось всякой фигни. И каждый раз при встрече с клиентом, что со мной, что еще с кем-то, они рассказывали, как им тяжело от плохого перформанса. Команда это слышит. Команда начинает заниматься. Команда там выкраивает какое-то время, чтобы потюнить, найти, в чем дело. Пишет замечательное предложение, что вот дай нам две недели, и мы тебе сделаем вообще офигеть перформанс. Вот мы сделаем. Говорит, нет. Идите, сделайте, значит, еще четыре фичи. Ну, народ, ладно, пожимает плечами. Приходит через месяц. Говорит, нет, идите, сделайте еще что-то. Ну, народ пожал плечами. Ну, клиент, правда, перестал говорить, что у нас плохой перформанс. Это уже приятно. Проходит еще там несколько месяцев. Я приезжаю к этому клиенту в Лондон. Мы там идем пить кофе. Я между делом спрашиваю, слушай, чувак, а что ты не дал нам перформанс-то сделать? Ты же на нее жаловался, жаловался. Он мне посмотрел. Говорит, знаешь, у меня, к сожалению, ограниченный бюджет. От того, что перформанс плохой, ни один клиент от меня еще не ушел. А фичи, которые я просил делать, они были необходимы для того, чтобы новым регуляциям соответствовать. Если бы я им не соответствовала, у меня бы просто закрыли бизнес. Поэтому проблема в том, что очень часто то, что для нас совершенно очевидно, для клиента может быть неважно. А для него могут быть важны вещи, которые с нашей точки зрения вообще фигня. Поэтому нужно обязательно говорить. Соответственно, приоритеты клиента бизнеса и его внешних ограничений. То есть, в принципе, у него может быть важное, может быть очень важно, чтобы все было, ну, тот же перформанс. Он согласен, что перформанс важен. Но проблема в том, что у него может не быть на него бюджета. У него может не быть на него там возможности. Он может не иметь легального права что-то сделать. Например, если для того, чтобы сделать перформанс, нужно там нарушить какой-нибудь GDPR с тем, чтобы быстрее там что-то не сохранялось, он вас пошлет нафиг. Он в чем-то, наверное, будет прав. И второй вариант. Не забываем про нашу любимую команду, потому что у команды это то, с чем вы работаете. У команды может быть ограничение. Ну, например, если для счастья клиента нужно, чтобы вы все без выходных работали месяц, он даже на все это готов платить, там с переработками много денег, команда может сказать, куда именно ты идешь с этой идеей. И если ты договорился с клиентом перед тем, как с командой, ты будешь иметь несколько бледный вид. Поэтому каждый раз, когда мы думаем, а как же мы будем договариваться с клиентом об улучшениях всего остального, мы не забываем про нашу замечательную команду. Ну и, соответственно, собственные приоритеты команды и ваши внешние ограничения. Потому что, опять-таки, девелоперы сейчас понимают, чего они хотят от этой жизни. И если окажется, что интересы профессиональные ваших разработчиков или тестировщиков не совпадают с той идеей, которую будете воплощать, вам придется как-то это лавировать. То есть, ну, либо искать идею, которая будет так же хороша и совпадать с интересами вашей команды, либо там договариваться, команду менять, там торговаться с командой, там уже у всякого свои есть способы это делать. Вот, например, варианты ответов на вопрос, как неудобства мешают общему успеху. Если вы заметили, я использую все те же четыре примера, чтобы было веселее. То есть, коупкрип не только нервирует команду, ведет к снижению предсказуемости и может убрать time-to-market, несмотря на попытки. То есть, на самом деле, смешное замечание, но я действительно замечала, что клиент в надежде получить какую-то фичу быстрее, пытается ее пропихнуть там в незаконченный спринт и так далее, в надежде, что он ее быстрее получит. Но это приводит к тому, что он не получает еще два месяца, потому что ломается все. Вот, это вот прекрасные варианты, да. Вот, навороченные дизайны очень часто вообще убивают фронт-энд напрочь. Это я такое видела. И совместимость, боже. Вот, это специально отдельная история. То есть, самое прекрасное, это когда какие-нибудь отделы в серьезных инвестиционных банках, у которых запрещено все, кроме Microsoft Edge, там еще какой-нибудь из первых версий, пытаются сделать какой-нибудь там сверхнавороченный, там даже не HTML5, а что-то более свежее, и оно там просто не идет. Но проблема в том, что бизнесы уже показали с лаптопа дизайнера, кроме, потом, значит, вы радостны туда пытаетесь это запихать. Вот. Ну, про несогласованность тэхолдеров, это, понятно, неконсистентный продукт. Вот, это, скорее всего, если кто-то пользовался продуктами внутренней какой-то автоматизации, вот, ну, внутренней разработки, вы все это видели. Вот, если не видели, я вам завидую. Вот. Ну, опять-таки, внезапно закончившийся бюджет, это чаще всего проблема в том, что даже если мы там во что-то вписались и нас уговаривают поинвестировать, но там, не знаю, грозят судом и так далее, мы все-таки это доделываем. Вот. Обычно все-таки без должного внимания, без должного качества, там, без какого-нибудь перформанс-тестирования, с урезанным лоуд-тестированием и все такое. Вот. Об этом, в принципе, можно говорить с клиентом, он их, наверное, поймет. Вот. Ну, соответственно, варианты, которые можно предложить. А давайте мы будем с бизнес-пользователями работать. А давайте мы все-таки определимся, нам шашечки ехать, нам дизайн или быстро, или что. Если окажется, что дизайн действительно самое главное, мы об этом не знали, или клиент только сейчас осознал, ну, давайте приоритеты сместим. Давайте будем начинать с дизайна и под него подгонять архитектуру. Ну, это тоже вариант. Мы тоже так делали. Вот. Ну, опять-таки, про бюджеты. Это классическая история. Давайте будем делать roadmap до того, как вы попросите бюджет. Это будет гораздо веселее. Вот. Иногда не помогает. Тогда получается вот так вот. То есть, как бы, команда уже, как вы заметили, ей очень грустно. Команда устает, кто-то начинает уходить, кто-то начинает злиться, кто-то начинает уходить из депрессии. Вот. Ну, да, иногда не помогает. Вот. Что делать, если не помогает? То есть, на самом деле, это продолжение того и самой картиночки. Вот. Если внедрилось прекрасно, стало легче, но вдруг не стало, да, или не договорились. Смотрим, есть ли еще идеи. Если идеи еще есть, спрашиваем себя, а есть ли у меня еще силы? Потому что сил-то может не быть, несмотря на наличие идей. Вот. Если… Сейчас, посмотри, немножко время. О, слушайте. Если силы у нас еще есть, идеи у нас еще есть, готовым приложением возвращаемся, продолжаем говорить с клиентом. В принципе, иногда помогает, я как delivery manager уже говорю, иногда помогает сменить PM, не потому, что PM устал, а потому, что клиент устал. Вот. Дело в том, что каждый человек, даже если он получал одно и то же образование, у него одно и то же в голове, и оба не дебилы, у каждого есть свое представление о том, как вести коммуникацию, у каждого есть свой личный стиль и так далее. Иногда проблема договориться заключается в том, что личный стиль PM не совпадает с личным стилем вашего представителя на стороне клиента, и поэтому у них никак не договориться, хотя говорят они очень разные разумные вещи оба человека. Но иногда можно просто признать, что не получилось. Честное слово, за это еще никого не убили. На самом деле, почему оно в принципе может не получиться? Вариант первый, на самом деле самый частый. Ваша попытка изменить его незрелые процессы, это на самом деле культурное изменение. Потому что у них была какая-то своя корпоративная культура. Они привыкли общаться одним образом. Они привыкли думать вперед на две недели. Тут приходите вы, рассказываете, что ему нужно рисовать roadmap на три месяца. Что вам обязательно нужно пытаться говорить о приоритетах. Что если вы чего-то заказываете для HR-отдела, вы должны не забывать отдел compliance. Вы пытаетесь поменять способы, какими работают люди. Это, на самом деле, культурный сдвиг. Очень большой, очень мощный. И я хочу сразу предупредить. Люди, даже у тех, у кого получалось быстрее, чем за полгода, все равно толком ничего не получается. То есть это настоящая проблема, что даже если клиент готов с вами работать и сотрудничать, легче станет сильно позже. Второй вариант, который я уже рассказала. Это вы слишком долго вместе. Слишком большая проблема. Слишком все сложно. Возможно, вы, как вендор, как человек, который делает эту программу, тоже не до конца понимали, что же вы делаете. Вы наделали ошибок, он наделал ошибок. Видеть он лично вас больше не может. У меня были такие варианты. У меня до сих пор есть клиент. Я думала, что они от нас идут. Нет, остались. То есть у них было три неудачных попытки с ними договориться подряд. Три. То есть они от нас уходили, они к нам приходили. У них были разные пьемы, там были разные демы, там была зеленая тоска, а потом им повезло. Я считаю, что это им повезло. Они встретились с человеком, который я понимала, что она делает. И она признала, она поняла, что это не они дебилы, что жизнь у них тяжелая, что вообще они занимаются совершенно не IT, что они искренне не понимают, почему это так сложно. И она начала, стиснув зубы, несмотря на все их негатив, она начала заниматься их образованием. Вот. И у нее на самом деле, у них на самом деле все получилось. И сейчас там мир, дружба и вообще все прекрасно. И главное, чтобы продукт стал лучше, качественнее и тайм-то-маркет улучшился. Вот, как всегда. Опять-таки может так случиться, что тот человек, с которым вы работаете, его возможность что-либо делать, она очень-очень ограничена. Ну, потому что вы говорите, там, не знаю, с каким-нибудь директором, на которых еще там, еще четыре директора, там, а решение, которое вам нужно, например, ослабить или усилить требования по секьюрити, принимается на четыре уровня над ним. Ну, как бы, наверное, у вас может чего-то не получиться. Вот. Ну и последний вариант тоже очень частый. Вам пока не хватает опыта. Может так статься, что это он и есть. У меня, например, опять-таки есть пример. Когда я говорила с одной из пимов, мы с девушкой разговариваем, разговариваем, она вспоминает какой-то проект, который у нее случился. Она говорит, вот, я очень оверквалифайд для этого проекта. Я говорю, ну, может быть, и да. Говорит, а почему ты так считаешь? Там всего два человека. Я говорю, ну, да, наверное. Почему тогда у тебя не получилось? Она говорит, неважно, почему не получилось. Я оверквалифайд, я умею руководить командами там по 20 человек. У меня пачка сертификатов. Вот. Ну, я говорю, ну, окей, оверквалифайд. Через какое-то время мы разговариваем с ней дальше. И, в числе прочего, она рассказывает, что… А еще у нее есть там ментор, который вообще может все. Говорю, подожди, а вот с тем бы проектом она справилась? Да как нефиг делать? Ну, и встает вопрос, что на самом деле, возможно, вы оверквалифайд в процессах, у вас действительно есть много сертификатов, вы действительно руководили проектами, там, треками и программами на 100 человек, находясь в благоприятных для вас условиях. Если в неблагоприятных условиях, может так статься, что вы действительно не можете, потому что у вас просто нет еще умения договариваться с клиентом. Это тоже отдельное умение, оно отдельно прокачивается. К сожалению, этому не очень хорошо учат. Вот. Системное образование, как договариваться с клиентом, я не видела только кучу тренингов, большая часть из которых шарлатанские, но есть и хорошие. Вот. Ну, на самом деле, часто получается все-таки вот так замечательно, у нас все зелененькое, вот, у нас клиенты задают хорошие вопросы, у нас есть roadmap и счастье. То есть, на самом деле, большинство рекомендаций, которые я всегда даю своим PM, это, ребята, давайте говорить с клиентом не о наших проблемах, а о его проблемах, и давайте попробуем все-таки быть разумными и добиваться результата. У меня тут был тоже две недели назад историю. У нас есть клиент, он очень давний, им уже года четыре, по-моему. Начинали мы как раз ситуацию, что у них было что-то поддерживаемое двумя какими-то там, не то мальчиками, не то девочками, и они внезапно резко выросли, осознали, что их внутренняя система просто не справляется с нагрузкой, им надо все это переписывать, поддерживать. То есть, они позвали нас. Потом оказалось, что у них в течение четырех примерно лет действительно IT не развивался, и у них накопилась куча вопросов. Деньги у них были, они стали, значит, приходить к нам толпами, давать свои деньги, говорить, сделайте нам то, сделайте нам все. Вот как раз тот самый кейс, когда несколько отделов, каждый о своем, консистентность продукта не получается. Мы очень долго, продукт в итоге случился на нашей стороне, и мы очень долго приучали этих людей, значит, как-то взаимодействовать. Но неважно. Важно то, что ту компанию купили, и к нам приехали из их штаб-квартиры, посмотреть, что же, значит, за такие IT-компании работают на свежекупленных наших. Очень доброжелательно, все нормально, мы сидим с этими чуваками, разговариваем. Они говорят, ну, что у вас? Ну, вот у нас, как бы, давайте называть это Scrum of Scrums, вот, например, вот эта команда, они работают по Scrum. Они говорят, ну, а как работает команда? Мы начинаем описывать, они говорят, нет, у вас не Scrum. Я говорю, почему не Scrum? Говорят, а кто у вас про ПИО? Мы говорим, ну, вот, например, ПИО, вот, 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 он сидит перед тобой. Он не настоящий ПИО, он бюджетом не владеет. Мы реально, мы с чуваками потратили 45 минут, выясняя, кто же у нас ПИО. Оказалось, что ПИО у нас размазывают так по вертикали, от CTO до последнего BE. Вот, в результате чуваки сказали, что у вас, как бы, вообще не Scrum. Окей, чуваки, у нас не Scrum. Они подумают, говорят, ну, вы все-таки Agile. Вот, на этой, значит, позитивной ноте я хочу сказать, что если вы сумели сделать не Scrum, но все-таки Agile, вы победили. Вот, и, на самом деле, еще контрольные вопросы для человека, который пытается выживать с неправильным клиентом в неправильных процессах. Первый вопрос, который вы должны себе задать. Мешает ли плохой процесс результату? Мешает ли результату вашей работы тот факт, что вы не выполняете все должные ступени тестирования? Сколько проблем у вас появляется из-за того, что у вас там покрытие юнит-тестами не 100%? Ну, и так далее. Действительно ли мешает? Второй вопрос. А точно ли это клиент нам мешает? Может быть, мы сами что-то не делаем? Может быть, мы не догоняем? Может быть, так статься, что мы рассказываем, что наши проблемы из-за того, что там у нас, не знаю, скоуп не тот, бюджет не тот и так далее, а мы сами у себя порядок навести не можем? То есть, если мы знаем, что клиент нам что-нибудь досыпет в скоуп, а опять взяли там 100 пайтов больше, чем способны выполнить, то кто виноват? Это мы плохо запланировались или клиент, который нам на один story point внезапно подкинул? И прочие нужные вопросы. Следующий вопрос. Правильно ли я понимаю критерий успеха? Ну, реально, как бы правильно ли я понимаю критерий успеха? Говорим ли мы с клиентом о его проблемах и проблемах команды? На самом деле иногда бывают интересные ситуации, когда клиент считает проблемы команды своими, вообще рай. Ну, это случай, когда мы делаем то, что называется team augmentation, когда наши люди работают с team lead'ами клиента, такое тоже случается, и team lead'ы действительно начинают об этих людях заботиться, как будто это вот они сами. И тогда можно говорить с клиентом о проблемах девелопера. Не только в этом случае. Вот в остальных случаях с клиентом лучше говорить о проблемах клиента и о том, как он их будет решать. Точнее, как мы будем помогать ему их решать. Второй вопрос. Если нам клиент отказывает внедрение идеи. Все ли мы попробовали? Точно ли мы поняли? Нашли ли мы слова? Потому что иногда действительно у клиента в голове немножко другие вещи. У него иногда в голове больше денег, чем правильности процесса. Вот пример, который я приводила с тестированием. Я еще знаю несколько вот таких примеров, не очень ярких. Поэтому нужно понимать, что мы все сделали, что могли. Еще один момент, который всегда обращаю внимание. Когда мы просим, предлагаем какое-то изменение. Можем ли мы по результатам внедрения убедительно доказать хотя бы самим себе, что это помогло? А еще лучше клиенту, чтобы он следующее согласился внедрить. И второй вопрос. Сможем ли мы выполнить? Потому что если мы, например, рассказываем клиенту, каким должен быть правильный, не знаю, канбан, и он соглашается, да-да-да, мы будем делать канбан, мы будем делать канбан, а потом вы понимаете, что вы не в состоянии сделать continuous delivery за все деньги мира, потому что вам еще 4 месяца понимать, что же вы тут все-таки делаете, наверное, это не самый лучший способ начинать разговор. Давайте разговор про канбан мы будем начинать после того, как будем готовы к нему. Ну и последнее, самое важное, что мое ощущение, что я сделал все, что мог, и дальше так не могу. Вот это действительно так, или просто накатило, и мне нужно пойти поговорить, там, не знаю, с имптихотерапевтом. Вот. Если на все эти вопросы вы нашли в душе ответ, вот, и прежде чем начнете что-то делать, вы о них подумайте, то, наверное, я не зря потратила свое время и, может быть, немножечко ваше. Вот. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.